Ну что ж, уважаемые любители футбола, добро пожаловать на заключительный матч второго тура в молодежной футбольной лиге БРО. На поле спортивного комплекса «Темп» встречается команда «Темп», а также им сегодня противостоит футбольный клуб «Акто Алтай». Иван Евгеньевич, уже в начале матча на 13-й минуте команда осталась в меньшинстве. Какие перестановки решили сделать в этот момент? Ну, для начала я решил ничего не делать, потому что трое центральных защитников мы перешли в 3-5-2 схему, поэтому сил еще было достаточно, чтобы крайним отрабатывать в защите. И решил подождать, потому что два хороших у нас нападающих было, которые цеплялись, решил посмотреть, что из этого выйдет. В 25-й минуте понял, что центр мы проваливаем, соответственно, произвел замену Султану, выпустил центрального защитника, перешли в схему 4-4-1. И Мячкин просит по правому флангу, да, в разрез ему и пойдет передача, здесь Хмелевский с ним поборется и сбивает. И это вторая желтая карточка в сторону Хмелевского, и он сейчас будет удален, а уже на 14-й минуте. Да, все это, две желтые карточки, Хмелевский уходит отсюда, Мячкин получает мяч, проходит дальше, прокидывает его, ну и Хмелевский, да, врезается в него уверенно. Сергей Александрович, команда играет в большинстве с 13-й минуты, практически в течение 30-й минуты, при этом пропускает. С чем это связано? Ну, не концентрация внимания в этом моменте, то есть индивидуальная ошибка нашего правозащитника, то есть зону бросила и сразу наказали. Поэтому, в принципе, вот этот отрезок провели неплохо, конструктивно, в принципе, доходили неплохо и до штрафной, и были моменты забить, просто не забили. Ну, а вот этот момент, конечно, пагодом сказался на нас, вот это удаление, и в равных составах показало, что на данный момент мы, сейчас на данный момент слабей, вот и все. Как прокомментируете удаление Хмелевского само? Ну, хоть он и говорит, да, что вторая, желтая там не было, но, по моему мнению, ну, скорее всего, и первая, вторая, да, была. Но бывают ситуации, что желание огромное было, поэтому ничего страшного пропустит и отработает другие игры за ребят. Опять же, такие, вроде бы, какие-то командные действия, да, более-менее, ну, можно сказать, были выполнены. А вот, что касается индивидуальной ошибки, они привели эти ко всем голам. Особенно это касается третий, четвертый, второй гол, который мы пропустили, все, чисто индивидуальные ошибки. То есть, или проигрался, или обыгрался, как говорится, вот и все, вот к этому привело все. Упал Мячкин, но было это без нарушения правил, по мнению главного судьи. Липец сейчас в центре и уходит ближе к левому флангу. Нет, все-таки возвращается в центр, идет сам, находит по левой стороне своего сокомадника. Это гол! Виктор Кузькин классным проходом отправляет мяч, ну, кажется, в девятку, прямо над Ильей Бычковым. Что мы видим, темп забивает в меньшинстве. На 38-й минуте матча Липин классно находит Кузькина. Тот по левому флангу ударом в касание, прямо под перекладину в девяточку кладет. Быстрое удаление у соперника произошло, но команда не смогла в первом тайме забить. Где реализация Актуалтай? Не знаю, где нету. Как будет сейчас действовать Актуалтай во втором тайме? Не знаю, так же будет действовать, как действовать. Просто нужно забивать свои моменты, и все. У соперника один момент, один гол. Не знаю, моменты, думаю, будут. Забьем или не забьем, это уже видно будет. Как ты можешь прокомментировать удаление с командника? Это глупо, а удаление. По делу удаление, не думаю, что я оттолкнулся от него. Не знаю, подставил, команду сейчас. Хорошо, удачи в втором тайме. И красная карточка. Получает ее Гильдеев теперь. Посмотрим, что здесь было. Лежит Гильдеев на мяче, придерживает его, а потом Тарасов его уже руками отталкивает. Здесь бня без нарушения Тарасова. А дальше что? Осипов толкает. И вот Гильдеев ногами ударил Тарасова. Привет. Быстрое удаление у тебя произошло в команде, тем более партнер по защите. Как сейчас ТМ будет играть во втором тайме, хоть и забили перед самым концовкой первой таймы? Ну, мы перестроились четыре защитника опять. Начали, конечно, после удаления в три. Но выпустили Султана Минова. Он, в принципе, опорник. И центрального, может быть, будем играть четыре защитника. Поменьше народу в центре. Убрали одного нападающего гречника. Я думаю, что игра не изменится. Как бы большая потеря в виде Хмельевского. Ну, будем выкручиваться, нам не привыкать. Был сейчас пострадавшим в концовке первого тайма с удалением Гильдеева. Как ты можешь прокомментировать эту ситуацию? Да, что комментировать ее? Судья принял такое решение. Тот сильно эмоционально повелся. Ну, спровоцировал меня. Я тоже повелся на это. Ну, ничего. Будем играть на равных условиях зато. Хорошо, удачи в втором тайме. Усилили они более атакующую линию. Хотят туда направить свои ходы. Михеев с мячом делает проход. По левому флангу убежит от рейса. Пробьет даже. Вот так вот он сделал удар. Бычков его едва ли отбил. Буквально перед собой. И на подборе сыграл уверенно Цвыцкий. Первые 70 минут встречи были напряженные. Ну, такие. Счет 2-1. А потом команда начала забивать. Один и второй уже 4-1. Счет до разгрома довела. С чем это связано? Почему под конец получилось лучше? Ну, если посмотреть предыдущие два сезона, вы увидите, что в каждом матче, который мы выигрывали крупно, 3-0, 4-1, 5-1. Мы забивали все в 15 минут последние. И дальше Мяшкин старается побороться за мяч. Отлично у него получается. Здесь Майер. И это 11-метровый удар. И это шанс реабилитироваться у команды Актуалтай. Что это нам покажет? Удар! Здесь действия и того, и другого были великолепны. Отличный прыжок от Рубина. Отличный удар от Сычева. Но от штанги все-таки, можно даже сказать, не берущиеся для вратарей удары. И если посмотреть на ФК темп, на КФК, мы 70% голов забили с 15-й по последнюю минуту, по 90-ю. Поэтому это неудивительно. Могли раньше забить свои моменты. Никита хорошо вышел на замену, имел моменты и другие игроки. Но получилось так в последние минуты. В принципе, то, что я прошу, ребята, не останавливаться и гнуть свою линию, играть плотно в обороне. При таком поле самое важное – это компактность в обороне. А выбегания будут, и моменты будут. И рано или поздно они завершатся голами. Но со снежным барсом не получилось. Хотя точно так же мы выбегали. И очень много моментов было. Сегодня закономерно выбежали свои моменты. Создали и забили. Вы сказали, что ваша команда не забила сегодня много. Это проблемы с реализацией или с доведением моментов до удара? Да нет, удары-то были. Удары были. Просто вот не реализация такая, что то вратарь, то мы слабо, то еще какие-то моменты мешали. По сравнению с первым туром, команда сейчас уже в более лучшей форме? В более сыгранной? Ну, она в любом случае от каждой игры будет сыгранной. Потому что некоторые ребята не играли друг с другом. И Липину Виктору, да, надо привыкнуть к ребятам. И другим игрокам Хмелевски. Но Костяк все равно остался с КФК. Поэтому ребята с каждой игрой будут лучше понимать то, что я требую от них. Но они мои требования знают. И сегодня я доволен именно самоотдачей, игрой на нашей половине поля, компактной. И выбеганиями тем, что мы работаем. Да, есть недочеты, но мы об этом будем работать на тренировках. В какой момент команда, на ваш взгляд, сегодня была лучше? В каком отрезке? В начале, в конце? Ну, вот этот отрезок, который мы провели в численном большинстве. Вот, еще раз говорю, да. Один минус был, это мы все-таки медленно мяч доставляли. Мяч медленно катался. Поэтому команда темпа успевала где-то закрывать зоны. От этого и складывались небольшие такие сложности. Но все равно даже в таком ключе мы имели, по-моему, там, ну, железных 2-3 момента для того, чтобы забить. Вот, не реализовали. Плюс, конечно, вот это удаление. Считаю, что все равно, опять у нас получается, такое удаление, это всегда считается, что игрок подвел команду. Это все. Всякие бывают эмоции, ну, так себя нельзя вести же, правильно? Поэтому я считаю, что, ну, судья правильно поступил. Все, и численная игра, равная наша, численная игроков показала, что мы на данный момент сейчас слабее. Ответка от темпа. И здесь Рудичев абсолютно один в Бычкова входит. Направо находит Цвыка, передача на него. И мяч находится в сетке ворот. Да, говорил я, что Рудичев сегодня забьет. Окей, он не забил сам, не пожадничал абсолютно. Хотя выходил один в один с вратарем. Нашел Цвыка, дал ему передачу. Никита Рудичева и Евгения Цвыка. Отлично. Счет становится 3-1. Впереди команда. Темп. Липин с мячом. Липин простреливал. Кто здесь может подобрать-то? Никто, что ли, не смог здесь ничего сделать. Ну вот, Михеев. Михеев оказался также вовремя. Не постеснялся пробить. И с помощью рикошета. Наводит счет уже, ну, до разгромного. 4-1. Темп. Впереди здесь вот такая легкая, легкое замешательство. Не смог Хромцов также добить. Убрал на противоходе Куковицына. Субтитры сделал DimaTorzok